Музей военной формы одежды в микрорайоне Бахчеванжи возобновил работу после ремонта. Треуголка и мундир Петра III, костюм Николая I, чучело лошади Ворошилова. Интересным будет всем. На первом этаже представлена экспозиция, посвященная времени распада Советского Союза и организации Варшавского договора. Здесь же форма одежды до 2015 года. Основная экспозиция находится на втором этаже и включает форму, относящуюся к эпохе образования русской регулярной армии в царствовании Петра I и военную одежду до 1969 года. Коллекция музея по-настоящему уникальна. Такого собрания нет больше нигде в России. Здесь можно увидеть военную форму разных эпох и разных стран. Музей ведет свою историю с 1868 года, когда был издан приказ об учреждении Интендантского музея. В 1917 году экспонаты были отправлены на хранение в Петропавловскую крепость. В 1932 году ящики вскрыли. Часть коллекции передали Артиллерийскому историческому музею и киностудии. Другая с 1959 года экспонировалась в Одинцовском районе и Подмосковье. А с 1985 музей функционирует в нынешнем здании в микрорайоне Бахчеванджи. Здесь представлена форма одежды и княжеских дружин, и времен Петра I, и Елизаветы Петровны. И вот у нас мемориальная вещь, этот мундир, треуголка принадлежали императору Петру III. Большинство экспонатов созданы по оригиналам, но есть и так называемые мемориальные вещи, которые принадлежали реальным историческим личностям, например, Петру III и Александру III. Это вот еще у нас одна мемориальная вещь, этот мундир принадлежал императору Александру III. Так повелось, что с царствования Александра I все цари имели прозвище. Александр I благословенный, Николай I палкин, потому что солдат наказывали палками, Александр II освободитель, потому что отменил крепостное право, и Александр III миролюбивый или миролюбец, потому что за 14 лет его правления у нас не было ни одного военного конфликта. Есть экспонаты советского периода, например, мундир, который предложили верховному главнокомандующему Сталину, когда в 1945 году ввели звание генералиссимуса. И для Сталина предложили вот такой сюртук в исконно-русском цвете, в исконно-русском стиле. Он не принял его. Тогда ему пошили вот такой мундир из ткани, которая называется сержантин. Чем она интересна? Если смотреть сверху, она меланжевая, а внутри она красная. Единственное, что он попросил, не делать ему стойку воротник. На что было сказано, генералиссис у нас один, какие могут быть проблемы. Погоны для генералиссимуса не были разработаны. Он носил маршальские. Еще одна гордость музея – подлинное знамя Первого Белорусского фронта. Особое место занимает Орденский зал, где представлены награды Царской России, Советского Союза, Российской Федерации и иностранных государств. Есть даже награды стран, названий которых уже не отыскать на карте мира. Кстати, некоторые кадры из фильма «Геннадия Палока» об Элли Коротин, в главных ролях которого задействованы Василий Мищенко, Юрий Попович, Людмила Гурченко и Иван Бортник, были сняты здесь, в музее. Святая Мария стала самым мощным кораблем своего времени и положила предел господства на Черном море германских крейсеров. 7 октября 1916 года Дредноут взорвался на Севастопольском рейде. Причина его гибели осталась тайной. Товарищ экскурсовод, а имел ли к этой истории отношение «Коротин АА»? Окунуться в атмосферу разных эпох и открыть неизвестные для себя страницы истории можно, посетив экскурсию по предварительной записи. Заявку нужно подать заранее. Экскурсии проводятся с 9 до 15 в будние дни. Суббота, воскресенье, выходные. Телефоны для связи вы видите на экране. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.